Всем привет дорогие друзья из солнечной Алании, ранним пятничным утром мы отправляемся на одно мероприятие. Приезжает мэр Анталии. Что за мероприятие Айхан, к сожалению, мне не сказал, но это очень важно и полезно, если приезжает сам Анталийский мэр. Поэтому поехали с нами, посмотрим, что же там будет происходить. Дорогие друзья, у нас еще есть очень хорошая новость. Айхан у нас похудел на 10 килограмм, он километр. В течение двух с половиной месяцев он у нас потерял 10 килограмм и 20 сантиметров талий. Посмотрите, какой он теперь у нас стал. Ну, чуть-чуть еще осталось. Айхан, я сырюсь она. Вот на таком большом автобусе мы отправляемся на закладку камня одного очень полезного здания. Я вот здесь все разузнала у журналистов. Как вы знаете, в Обе построили новый госпиталь, новую больницу, государственную больницу из центра Алани, ну, практически из центра. Она переезжает в Обу. Там будут новые отделения, ну, в общем, новое оборудование. Все очень современное и хорошее. И также для тех, кто посещает больных из других городов Турции или, например, из деревень, сегодня будут закладывать камень для строительства мини-гостиницы, где приезжающие к больным родственники или друзья смогут останавливаться. Вот именно камень этой мини-гостиницы дома для людей, которые навещают больных, сегодня и будет закладывать мэр Анталии. Поэтому, друзья, поедем посмотрим. Также в Алании есть один журналист, его зовут Эркан. Он каждый день, представляете, из своей деревни 11 километров едет в центр Алании и обратно вечером, то есть каждый день на велосипеде. Ирмики километра, 22 километра туда и обратно ездит на велосипеде. Зарм, он и ездит? Парень там, он и ездит? Ирмики километра, 2 километра. Из мамы? Слепая! Какая-то веса? У нас будет даже это весы Мышно. Каждый день, в течении 18 лет он ездит из Алании и обратно 22 километра. Представляете? Эркан, ух! Всего? Да Дорогие друзья, мы уже вышли из автобуса И сейчас идем на место официальной церемонии и строительства гостевого дома для родственников и друзей, людей, которые будут находиться в больнице Вот вы видите, сейчас я вам покажу территорию официальной церемонии Вот вы видите, всегда висят вот такие вот флаги Ездят машины с бетоном Стройка продолжается Вот висят всегда такие флаги Пойдемте дальше посмотрим Играет громкая музыка, я надеюсь, что меня будет слышно Места официальных церемоний обычно выглядят вот так Видите, расставлены стулья под навесами Места, первый ряд всегда для протокола Здесь обычно сидят мэры и главные лица церемонии Вот такая вот сцена с экраном, где будет выступать мэр Собрались все журналисты и главные действующие лица Ну а сейчас я вам покажу, как же будет выглядеть гостевой дом для родственников и друзей больных Выглядеть он будет вот так Очень, я думаю, что будет это красивое и удобное здание Как вы видите, строительство уже началось Рабочие Поставлены только леса Кто не знает, как строят дома в Турции Строят их вот так Бетон, заливают бетон И, несмотря на то, что строительство началось Официальная церемония начала строительства будет проходить сегодня Потому что строительство началось совершенно недавно Буквально на этой неделе Вот здесь вот будет расположен гостевой дом Ну а больница находится Ее вот отсюда немного видно Больница находится вот между вот этими домами Находятся новые корпуса больницы Мы готовы к церемонии Ждем мы Как я уже говорила Государственная больница находится совсем недалеко От гостевого дома Буквально метров сто, наверное Ну и сейчас я вам покажу Как же выглядит новое здание Государственной больницы В Алане Вот здесь вот находится Эмердженси Главный вход в Эмердженси Масштабы этой больницы, конечно, поражают Новое здание Красиво, интересно Вот вы видите, окна еще Даже пленку с окон не сняли Но Очень красивое здание Много мест для парковки Здесь, наверное, будет главный вход В больницу Очень много Койко-мест будет в этой больнице Новых отделений Поэтому, друзья, как вы видите Кто интересовался с медицинскими услугами Медицинским обслуживанием В Алане Все в порядке Поэтому мы С нетерпением ждем Когда мы уже сможем Посетить эту новую больницу И воспользоваться ее услугами Ну а теперь пойдемте на церемонию открытия Я думаю, что главные действующие лица Уже должны были приехать Пориски Дорогие друзья Сейчас церемония уже началась И вы видели, как встречают мэра Это обычная церемония Как всегда встречают мэра Премьер-министр Или президента Который приезжает в Аланию Или в Анталию Бывав уже на очень многих Официальных церемониях Я уже могу отличить Кто секретарь Кто охрана Кто какую должность В принципе занимается С мэром мы тоже сегодня Познакомились С мэром Анталии Ну а сзади меня Вы видите машину Вот на таких машинах Ездят мэры В основном в Турции Как я уже говорила Церемония началась Скоро будут закладывать Первый камень Символический первый камень Давайте пойдем посмотрим Послушаем, что говорят Властимущие Церемония началась Великобритания Бұ 때는 Важного Скоро будут Великобритания Великобритания Мы желаем оттяжки Великобритания texting С мэрдзи Смэрдзи Мэрдзи Смэрдзи 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 Продолжение следует... 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 обещала решить все вопросы, связанные с этим. Вот таким вот образом происходит встреча народа с представителями власти в Турции. Все очень просто. Любой может подойти, задать свой вопрос, высказать свои пожелания. Поэтому, друзья, это еще один плюс к ответу на вопрос, почему я живу в Турции, потому что здесь все очень просто и по-человечески. Мы уже доехали до парка Ормана, который находится примерно в 15 километрах от Алани в горах. Кстати, зимой здесь выпадает очень-очень много снега. И можно приезжать лепить снеговиков, даже, может быть, кататься на ватрушках. Ну, а сейчас здесь очень прохладно, не то что в Алани, никакой жары. Очень-очень приятная атмосфера. Здесь можно приезжать делать пикники, жарить шашлыки. Здесь также есть мини-зоопарк. Вот вы видите такая интересная мельница декоративная. для детей машинки из дерева. Даже есть вот такая вот штанга. Представляете? О, тяжелая! Кто хочет покачать мышцы, вот такая вот есть штанга. И, как я уже сказала, здесь вот расположены столы, стулья. Можно приезжать на пикники всей семьей. И также здесь есть животные. Я знаю, что здесь есть ослы, курицы. И вот вы видите такая вот красивая лошадь. На них, кстати, здесь можно кататься. Здесь есть детская площадка. Как я уже говорила, столы для пикников. Площадь этого парка Урмана очень большая. И можно ходить, приехать сюда на целый день, сходить в поход куда-то дальше, в лес, насобирать шишек, покататься на лошадях, просто отдохнуть. Здесь есть даже гамаки. Можно поспать в гамаках. Вот там вот я вижу есть какие-то животные. По-моему, здесь козы даже были. Посмотрите, какой обалденный сосновый лес. Просто невероятно. Ну, а вся наша компания расположилась вот там. И сейчас мы идем наконец-то кушать. Друзья, я так проголодалась, что это просто что-то невероятное. Здесь также организуют завтраки, обеды, ужины. Можете приезжать всей семьей. и либо жарить свои шашлыки, либо отдыхать здесь уже. И есть ту пищу заказывать, которую приготовили в ресторане. Вот в таком вот красивом домике расположен ресторан. Очень интересный здесь вход с такими старинными вещами. Вот вы видите, наверное, из старого турецкого дома. На входе можно увидеть буфет. Здесь продают различные... Продают мед, натуральное масло, какие-то сувениры. Здесь есть натуральный мед. Это, наверное, для тех, кто приезжает на завтрак. Сушеные апельсины. И вот так вот здесь выглядит шведский стол. Столько всего вкусного, что я просто... Видите, вот такие вот еловые веточки, как декор используют. Ну, а здесь повара уже готовят нам суп. У яйла-чорба мы. Яйла-чорба? Мерзимей кумы. Да, есть. А здесь, а здесь, глюкру-чорба. Глюкру-чорба. А, тамам. Глюкру. Сегодня мы будем есть традиционный аланийский суп глюкру-чорба. Ну, а вот здесь вот расположилась вся наша большая компания. Сейчас я вам покажу Айхан уже что-то кушает Вот такие вот у нас аперитивы Ой, красивые лошади Здесь их целых две штуки Представляете? Ой, шокерал Бангкорг О, это же жеребенок Нет, у меня нету Мартины О, это же жеребенок Она выглядит как-то Да, надо сделать селфи Селфи Вы можете их селфи Альянья и Анталия Довит? Конечно, мы все жители Альянья и Анталия Мы всегда им Мы слышим их в лучшем И мы слышим их И мы слышим их И мы желаем их И мы работаем в Анталия И мы работаем в Анталии Очень спасибо Спасибо за просмотр! Интересного и полезного! До новой встречи! Всем всего хорошего! Пока-пока!